В последние годы в военно-промышленных комплексах разных стран существует тенденция переноса производства бронированных автомобилей на собственные предприятия. Это как разработка и производство собственных бронемашин, так и лицензионное производство иностранных образцов. Узбекистан не стал исключением из правил. В конце 2021 года Узбекистан запустил серийное производство бронеавтомобилей «Калкон» собственной разработки. Легкобронированный автомобиль «Калкон», созданный на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса, успешно прошел все практические испытания. Организованные экспертной группой в составе представителей силовых структур страны и причастных государственных органов. Броневик «Калкон» с колесной формулой 4х4, вмещающей 8 человек, является многоцелевым. Учи английский быстро с помощью WillSkill – современная платформа онлайн-образования. Переходи по ссылке в описании. Он может использоваться как для транспортировки личного состава и эвакуации раненых, так и для доставки грузов, ведения разведки, проведения спецопераций по обеспечению безопасности городов. В целом он обеспечивает надежную живучесть экипажа, привлекаемого к ликвидациям массовых беспорядков. Броневик «Калкон» имеет класс защиты БР-4, защита от пуль нормального калибра 5,45 и 7,62. Масса автомобиля – 7 тонн. Броневик «Калкон» рассчитан на установку пулеметной турели калибром 7, 62 или 12,7 на крыше. Максимальная скорость – 110 км в час. Запас хода – 750 км. Автомобиль изготовлен с нуля на основе собственных конструкторских разработок специалистов отрасли. После чего его тактико-технические характеристики были улучшены в ходе практических испытаний. Броневик «Калкон» уже был представлен на международных выставках вооружений. В целом бронемашина не сильно отличается от других бронированных конкурентов других стран. Но он имеет такое же преимущество, с которым Китай начинал завоевание рынка вооружений. Цена. Броневик «Калкон» существенно дешевле своих аналогов. Калкон» Калкон»